СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА Называемое нами светом. Разложенный призмой белый луч всегда будет состоять из цветной полосы в порядке цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Когда световой эфир находится в состоянии покоя, наступает мрак. Воскресным летним вечером 1970 года в пригородной электричке, подъезжавшей к Москве, произошел такой случай. Переполненная электричка, народу полно, еле втиснулись. И вдруг вижу, стоит молодой человек и держит в руках этот журнал. И сидит пожилой такой мужчина, ну очень такого культурного вида, и рядом с ним сидит его супруга. И он, значит, жене говорит, ну подумай только, Маша, чего только эти журналисты не напишут. Ну, лев Толстой на цветном фото. Какая цветная фотография во времена Толстого? Я говорю, простите, эту статью написала я. Это никакая не придумка, а это самый настоящий факт. Барышня, ну с кем вы беретесь спорить? Ведь когда Толстой умер, я уже был гимназистом, мне было там 12 лет. Так что я ведь что-то помню об этом времени, а что вы вообще можете знать? Вот тут я сказала, что вы знаете, ну вот я смотрела архивы. Ну давайте, послушаем, послушаем. Напомним, что в 70-е годы журнал «Наука и жизнь» был столь популярен в Советском Союзе, что публикацию на его страницах по сегодняшним меркам можно приравнять к сообщению по центральному телеканалу. Кстати, телевидение в СССР в то время было еще черно-белым. Тем удивительнее оказалась находка, сделанная в Государственном историческом архиве. Я занималась историей императорского русского технического общества. И в бумагах за 1908 год фотографического отдела я встречаю сделанную от руки записку, подписанную Сергеем Михайловичем Прокузен-Горским. И в заголовке говорится о съемке цветного фотографического портрета Льва Николаевича Толстого. Фотографирование произведено в пять с половиной часов вечера, тотчас после верховой прогулки Льва Николаевича. Оно было сделано в саду, в тени падающей от дома, причем задний план был ярко освещен солнцем. Так в 1970 году впервые за долгие годы были извлечены из забвения, имя и судьба одного из замечательных русских интеллигентов, фотохудожника и ученого Сергея Михайловича Прокудина-Горского. История создания портрета Толстого проясняется из писем Прокудина-Горского в Ясную Поляну. Глубоко уважаемый и дорогой Льв Николаевич, с величайшим удовольствием вспоминаю два дня, проведенные в Ясной Поляне. Большое вам спасибо. Все у вас такие хорошие. Последний портрет, снятый в красках, большой камерой, вышел превосходно. Десять лет помимо чистой научной области по фотохимии я трудился над постановкой цветного дела в России. До сих пор все делалось исключительно за границей, а теперь и мы пошли вперед. В Ясной Поляне фотографии интересовались. Софья Андреевна была хорошим фотографом, и в общем она стремилась фиксировать всю жизнь Льва Николаевича Толстого. И его это иногда очень раздражало, но к этому он привык. И, так сказать, интерес Прокудина-Горского там, безусловно, понимали. Но когда фотограф приехал снимать портрет, погода вмешалась в его планы. Прошел циклон, небо затянулось тучами, и съемки пришлось отложить на завтра. Зато судьба подарила Прокудину-Горскому целый день общения с великим писателем и его семьей. И вот тогда был сделан вот этот портрет Толстого за рабочим столом, потому что на улице снимать было, видимо, бесполезно. И еще портрет, вот где Толстой так очень хорошо одет. Этот портрет так и называется – «Под деревом бедных в черной шапочке». Лев Николаевич был весьма ко мне любезен. И, несмотря на крайне малое свободное время, провел в разговоре со мной несколько часов. Особенно живо интересовался Лев Николаевич всеми новейшими открытиями в различных научных областях, а равно и вопросом передачи изображения в истинных цветах. Прокудин-Горский охотно рассказал Толстому о способе цветного фотографирования. К моменту этой беседы разработка цветной фотографии велась уже почти 40 лет. Теория Юнг-Гельмгольца допускает существование в нашем глазе трех сортов светочувствительных волокон, при посредстве которых получаются три различных основных ощущения. Это ощущения красного, зеленого и синего цветов. При раздражении одновременно и в одинаковой степени всех трех сортов волокон получается впечатление белого цвета. Если природный фотографический аппарат глаз для получения сложного цветного ощущения разлагает его предварительно на три простых, то можно и обыкновенную фотографическую камеру заставить почувствовать эти три простые впечатления от цветного предмета, если снять его три раза через три соответственные цветофильтры. В самом начале 20 века немецким профессором Адольфом Митте была изобретена цветная фотокамера. Именно такой камерой Прокудин-Горский и делает свои цветные фотоснимки. В камере находилась длинная вертикальная фотопластина, которая перемещалась в процессе съемки. На нее делались последовательно три снимка через синий, зеленый и красный цветофильтры. В результате получался тройной черно-белый негатив, с которого делался тройной позитив. На первый взгляд эти снимки одинаковые, но только на первый. В незначительной разнице между ними заключена вся информация о цвете предметов. Чтобы увидеть цветное изображение, стеклянный позитив вставляли в специальный проектор, и каждое из трех изображений проецировалось на экран через соответствующий цветофильтр. Конечно, по нынешним временам невероятно трудоемкий процесс, но результат того стоил. Насыщенность красок и точность передачи всех оттенков цвета совершенная. Трудно поверить, что эти снимки сделаны больше ста лет назад. Получить отпечаток на бумаге можно было типографским способом, и именно так в своей фотомеханической мастерской в Петербурге Прокудин-Горский напечатал портрет Толстого. Начало 20 века было в России временем бурного развития во всех отраслях человеческой деятельности. Открытия и прорывы совершались на стыке естествознания, философии и искусства. Основоположник абстрактной живописи Василий Кандинский изучает психологию воздействия цветов на человека. Он пишет, краски таят в себе малоисследованную, но огромную силу, которая может влиять на все тело, на весь физический организм человека. В это же время химик Прокудин-Горский берет уроки живописи в Академии художеств. Видимо, вот эта вот работа с картинами, она во многом потом толкнула, так сказать, Прокудина-Горского к поискам способов передачи цвета уже путем техническим. В отличие от Кандинского, его занимает не эмоциональное воздействие цвета на зрителя, а возможность с научной точностью этот цвет зафиксировать. Фотография все-таки, надо признаться, искусство протокольного характера. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может. К 1905 году коллекция Прокудина-Горского уже весьма внушительная и включает в себя более сотни снимков, сделанных в России и за границей. В начале 1907 года Прокудин-Горский совершает экспедицию в Туркестан и привозит в Петербург сотни снимков древних храмов Бухары и Самарканда. Но особое звучание эти работы приобретают, когда землетрясение 1907 года разрушает многие запечатленные памятники. Важная цель, которую преследует цветная фотография, это оставить очный документ для будущего. Мы имеем в руках драгоценное средство спасать от забвения все разрушающиеся памятники. Но эти слова фотографа-документалиста напоминают «Бессмертный сонет. О, горькое раздумье! Где, какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою, цвет времени от времени спасти?» Известность Прокудина-Горского приближает его к осуществлению давней мечты – систематическому фотографированию Российской империи. Он получает приглашение показать свои работы царю. С Витебского царско-сельского вокзала 3 мая 1909 года Прокудин-Горский отправляет в царское село для того, чтобы демонстрировать цветные изображения Николаю II. В этот же день в Александровском дворце состоялся показ цветных проекций. Ровно в половину девятого дежурный араб возвестил их императорские величества. И в залу вошли государь, государыня со старшими дочерьми и приближенные лица свиты. Поздоровавшись со мной, государь и государыня заняли свои места перед будкой, и государь приказал начинать. Но он пишет в своих воспоминаниях, что даже в начале уже он уловил восхищенный шепот государя и государыни. Для этой первой демонстрации государю мною были выбраны снимки с натурой исключительно этюдного характера. Каждая картина вызывала не только шепот одобрения, но даже громкие восклицания. Во время перерыва, когда был подан чай с прохладительными напитками, государь отделился от группы придворных и, подойдя ко мне, стал спрашивать, что я имею в виду делать дальше с этой замечательной работой. Вашему Величеству было бы, быть может, так же интересно видеть время от времени истинную Россию и ее древние памятники, а равно и красоты разнообразной природы нашей великой Родины. Николай сказал ему, что он будет счастлив, если его сын и сверстники его сына будут изучать русскую историю по таким цветным фотографиям. По высочайшему повелению мастеру был предоставлен специально оборудованный вагон-лаборатория. Для работы на водных путях министерство выделяло пароход с полным набором команды. Был прислан автомобиль Форда, пригодный для трудных дорог. Выданные царской канцелярией документы обеспечили мастеру доступ во все уголки Российской империи. В первую экспедицию Прокудин-Горский доехал до Урала. Если с одной стороны работа моя была обставлена очень хорошо, то с другой она была очень трудна, требовала огромного терпения, знания, опыта и часто больших усилий. С раннего утра и до заката солнца я обследовал со своими помощниками ту или иную местность, большую частью пешком и неся с собой приборы. Делать снимки приходилось в самых различных и часто очень трудных условиях. А затем вечером надо было снимки проявить в лаборатории вагона, и иногда работа затягивалась до поздней ночи. Результатом стали сотни снимков, с которыми он спешит в царское село для отчета перед царем. Николай II записывает в дневнике 20 марта 1910 года. После обеда знакомый нам по прошлому году Прокудин-Горский показывал нам свои красивые снимки цветной фотографии из поездки по России до Урала. Следующие три года Прокудин-Горский проводит в постоянных экспедициях по всем уголкам Российской империи, делая тысячи снимков. Так создается грандиозное собрание, названное автором коллекцией достопримечательностей России. Снимая Россию по правительственному заказу, он не только фиксирует архитектурные памятники и инженерные сооружения, но и зачарованно любуется красотой Васильков среди ржаного поля. Эти снимки не носят протокольного характера, они полны гармонии и музыки. Неудивительно, ведь Прокудин-Горский прекрасно играет на скрипке, и голос этого инструмента звучит в каждой его работе. Василий Кандинский пишет Цвет — это клавиша, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Светлый, теплый красный цвет вызывает ощущение силы, энергии, устремленности, решительности, радости, триумфа. Когда холодный красный цвет светит, он приобретает еще больше телесности. Но телесности чистые и звучит, как чистая юношеская радость, как свежий, юный, совершенно чистый образ девушки. В жизни Прокудина-Горского наступает самый плодотворный период. Он вдохновенно работает, с весны до осени ездит в экспедиции по бескрайней России. Зимой преподает фотохимию в технологическом институте и обрабатывает отснятый материал в своей лаборатории. Его уже манит новое техническое чудо – цветной кинематограф. Вместе со своим коллегой Сергеем Максимовичем он проектирует камеру для цветной киносъемки. В Европе уже разрабатывается система кинемаколога. И Прокудин-Горский старается не отставать от своих коллег. Есть основания предполагать, что в туркестанскую экспедицию 1911 года он берет с собой цветной киноаппарат. Мы видим редчайшие цветные кадры, которые сняты в 1911 году, но не Прокудин-Горским, а английскими кинооператорами в Дели. Найденная и восстановленная в Российском государственном киноархиве, эта пленка доказывает, что цветной кинематограф намного старше, чем это принято считать. В училище барона Штиглица Прокудин-Горский показывает первый свой цветной фильм, отснятый в Туркестане в 1911 году. Мастер продолжает неистово работать. Он совершенствует технику фотосъемки, колесит по всей России от Финляндии до Тихого океана. Он стремится зафиксировать все, что может погубить неумолимый поток времени. Он словно слышит приближающиеся раскаты грома. Василий Кандинский пишет Абсолютный зеленый цвет является наиболее спокойным цветом из всех, которые вообще могут существовать. Он никуда не движется и не имеет призвуков радости, печали или страсти. Он ничего не требует, он никуда не зовет. Глубокий зеленый цвет оставляет после себя предчувствие, ожидание нового энергичного воспламенения. Наступает 1913 год. Из дневника Николая II. 7 апреля. Воскресенье от 9 часов. Прокудин-Горский показывал новые красивые цветные фотографические снимки. Это был последний показ, сделанный фотографом для царской семьи. Россия вступает в мировую войну, и работа над коллекцией прекращается. Вскоре революция 1917 года свергает царя и объявляет правящим классом пролетариат. В Николаевском зале Зимнего дворца проходят вечера для солдат и матросов революционных. Это происходит в марте 1918 года, на которых Прокудин-Горский рассказывает о цветной фотографии. Вечера эти называются чудеса фотографий, на них присутствует до 2000 человек. Но его близкое знакомство с династией Романовых каждую минуту может стать для него смертным приговором. Получив известие о расстреле членов царской семьи летом 1918 года, Прокудин-Горский покидает родину. В России остается самое дорогое – жена, трое детей и труд всей жизни – коллекция достопримечательностей России в натуральных цветах. Видимо, он надеется, что новая власть не продержится долго, и он вернется. Но к 1920 году эти иллюзии полностью рассеиваются. В 1923 году семье удается выехать в Париж, где после нескольких лет скитания обосновался Прокудин-Горский. Они привозят с собой 20 ящиков стеклянных негативов мастера. Но в радости воссоединения семьи звучит драматический аккорд. В Париже к 1921 году у фотографа уже была вторая семья. Ну, надо сказать, что сыновья понимали отца, ну, не видели, так сказать, особой уже, что ли, трагедии в том, что у него появилась другая семья, что у него есть дочь от второго брака. Ну, а вот его дочь Екатерина, она это переживала чрезвычайно болезненно. Мастер отчаянно пытается начать все сначала. Вместе с сыновьями открывает фотоателье «Елка», в котором продолжает делать цветные съемки по методу трехцветной фотографии. В 1937 году в Париже проходит всемирная выставка. И цветной альбом, посвященный этому событию, иллюстрирует снимками семейного предприятия Горских. Там снят и советский павильон. Причем как раз говорят, что вот в начале 30-х годов уже посольство русское в Париже стало Прокудину Горскому предлагать вернуться. Но люди, знающие его, и, в общем, сыновья понимали, что этого делать нельзя. Прокудин Горский проводит показы и лекции для детей русской эмиграции. Единственный способ показать и доказать русской молодежи, уже забывающей или вообще не видевшей своей Родины, всю мощь, все значение, все величие России, это показать ее красоты и богатства на экране такими, какими они действительно и являлись в натуре. То есть в истинных цветах. Но метод трехцветной съемки уже вытесняется другими способами получения цветного изображения. Качество ниже, но производство проще. А эмоциональное воздействие красок оценено уже не только художниками, но и политиками. Пропаганда Германии активно использует цветную кинопленку в своих целях. Вторая мировая война уже охватила Европу. В 1940 году Париж оккупирован гитлеровскими войсками. 20 ящиков с негативами коллекции спрятаны в подвале дома, где живет семья сына Прокудина Горского. К началу войны мастер полностью отошел от дел. Он живет под Парижем в русском доме, организованном для престарелых русских эмигрантов. Рядом с ним его вторая жена и дочь, работающие здесь в обслуживающем персонале. Время, которое он пытался остановить, отомстило ему. Прокудин Горский отвержен родиной, его работа забыта современниками, час подведения итогов приближается. 27 сентября 1944 года мастер последний раз увидел земной свет. Всю свою жизнь он приносил свои работы на суд земных правителей. Теперь он готовился предстать перед высшим судом. Какие картины проносились перед внутренним взором старого мастера? Кто знает? Быть может, великие храмы, славящие создателя, или красоты храма природы? А может, перед ним вставали образы прекрасных женщин и светлые лица детей? Или просто васильки-воржи? Василий Кандинский пишет. Чем темнее синий цвет, тем более он зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по непорочному и, в конце концов, сверхчувственному. Погружаясь в черное, он приобретает призвук нечеловеческой печали. Переходя в светлое, он приобретает более безразличный характер. И как высокое голубое небо делается для человека далеким и безразличным. Чем светлее он становится, тем он более беззвучен, пока не перейдет к состоянию безмолвного покоя. Не станет белым. Закончилась война. Семья русского фотографа снова возвратилась к работе в фотоателье «Братья Горские». В 1948 году Рокфеллеровский фонд предлагает им продать коллекцию в библиотеку Конгресса США. Семья в это время действительно находилась в достаточно сложном положении. Ну, Ася и Сергей, внуки Прокодина-Горского, подрастали. Денег на то, чтобы дать им образование, не было. Поэтому вот те 4 тысячи долларов, за которые была куплена эта коллекция, они оказывались чрезвычайно нужными. Именно вот они пошли на образование детей. Ну, а главное, когда они продавали, они понимали, что у них нет условий достойно это хранить. Прошел почти век, прежде чем работы мастера увидели на его родине. В 2000 году библиотека Конгресса США отцифровала все 1902 негатива и выложила их в открытый доступ в интернете. Так коллекция вновь буквально увидела свет. Но, возможно, история коллекции еще не закончилась. Ведь была вывезена только часть коллекции, примерно половина. В семье во Франции существует легенда, она идет от его младшей дочери, которая присутствовала при кончине отца, жила вместе с ним в русском доме в Париже во время оккупации Парижа. Она говорила о том, что отец хорошо спрятал в России негативы, которые были сняты в царском селе, вообще негативы, связанные с царской семьей. Вот эти слова хорошо спрятал. Где, как, до сих пор они не найдены. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ